Друзья, всем привет! Давно я не выпускал ролики. Две недели, наверное, точно. Были весомые причины, но я время зря не терял. Приобрел в себя немного оружия. Это у нас две пневматики ИЖ-38 и ИЖ-38П. Давайте сейчас я вам обзорчик проведу на эти винтовочки. Так, это у нас ИЖ-38П Made in СССР. Состояние просто шикарное было у деда. Ложа самодельная из дерева. Но под замену идет. Я вот уже для него купил ложе. Материал БУК выполнено просто превосходно. Тут у нас такая гравировка медведя. Думаю, будет очень шикарно смотреться. Так что обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить вот эти вот видосы с модернизацией. Также заказал на эту винтовку газовую пружину на 110 атмосфер. Будем менять манжету. Вот она, кожаная манжета. Купил чехол. Это у нас барабанчик под пистолет. Вам покажу в дальнейшем. Купила струна. Как же без нее? Будем медведя резать. Поэтому подписывайтесь на канал обязательно. Что я буду с этой винтовкой делать? Сниму все ржавчину. Воронение старое сниму. И заново ее завороню. Год выпуска 91. Она сейчас все стреляет. Но мы ее доведем до ума. Дальше у нас идет ИЖ-38. Обыкновенный. Состояние, конечно, так себе. Но тут более-менее целый приклад. Тут у нас вот есть трещина. И вот сзади вот тут у нас нету кусочка. Я тут постараюсь чем-то запаять. Вот эти вот прогалы. И дальше камуфляжной лентой все замаскирую. Состояние, конечно, такое себе. Но она тоже как бы стреляет. Вот эту мушку я не смог сюда перетащить. Молотком пытался бить. Ее только погнул. Поэтому я решил болгарку так вот срезать этот кусочек. Дальше я просто это все дело завороню. И будет выглядеть шикарно. После приобрел себе вот такой вот пистолет. МР-651КС. Скорость пули до 180 метров в секунду. Буду его модернизировать. Буду увеличивать мощность. Полностью заменю все резинки. Как и клапан просверлю на 3,5 миллиметра. Чтобы больше газа поступало в ствол и пуля мощнее вылетала. Будем, в общем, из него делать конфетку. И самое главное я купил себе хронограф. Будем тесты делать. И замерять мощность этих винтовок. Вышел, конечно, он достаточно дорого. Но что не сделаешь ради контента и вот этого интересного занятия. Потому что пневматика это очень интересно. Такой-то хронограф четко просто выглядит. Так, на ствол его крепим и стреляем. Я уже тесты проводил. Показывает отлично. Так что подписывайтесь на канал. Чтобы не пропустить видео с отстрелами, будем проверять вот эту винтовку на скорость. и эту винтовку пистолет до и после доработок. И также, конечно же, хатсан будем проверять. На хатсан манжеты заказал. И газовую пружину в дальнейшем тоже поставим. Такой у нас шеврончик. Как ложа на моем хатсане. В общем, все шикарно. Дела много. Времени снимать вообще нету. Плюс дожди каждый день идут. Ну, хоть сегодня погода, конечно, такая туча. Дождик моросит иногда. Но я постарался заснять материал. Потому что сегодня вечером я уже буду этот пистолет делать. И начну заниматься этими винтовками. Вам покажу уже конечный результат в шортах, скорее всего. Потому что длинные ролики снимать времени совсем нету. Вот. Что еще это хочу сказать? Можете поддержать канал. Я вот тут оставлю реквизиты банковской карты. Кто хочет там один рубль кинуть, два рубля, десять, сто рублей. Все деньги пойдут на развитие канала. На покупку оружия, оборудования, разных этих вот гаджетов всяких. В общем, будем развивать канал и делать его как бы лучше и лучше. вот я буду заканчивать на этом. Понравилось видео, лайк, подписка. Всем пока, всем добра. Ждите следующие ролики. Спасибо. 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 Продолжение следует...